27 сентября 2017 года трагически погиб подающий надежды молодой актер Егор Клинаев. Молодой человек попал под колеса автомобиля. 10 апреля 2021 года ему исполнилось бы 22 года. С раннего возраста Егор был творческим ребенком. Он родился в семье музыкантов Натальи и Дмитрия Клинаевых. Родители всегда поощряли стремление ребенка заниматься творчеством. Клинаев пел в ансамбле «Непоседы» и увлекался музыкой, а в 13 лет уже начал сниматься в кино. Его дебютной работой стал фильм «Тайна Егора». За свою короткую жизнь молодой человек успел сняться в 19 картинах и обзавестись армией фанатов, а критики пророчили ему большое будущее в киноиндустрии. После роли Никиты Серебрянского в физруке, на него и вовсе обрушились слава и популярность. Он также появился в таких сериалах, как «Мачеха», «Власик», «Тень» Сталина. В 2017 году Клинаев снялся сразу в трех проектах, но его жизнь неожиданно оборвалась. В день своей смерти Клинаев ехал по МКАД на своей машине и увидел жуткую аварию. Молодой человек остановился и хотел помочь пострадавшим. Проезжавший на большой скорости другой водитель не заметил ДТП и сбил Егора и еще двух человек. К сожалению, 18-летний актер скончался на месте от полученных травм. Смерть артиста стала большим ударом для семьи и его коллег. Многие вспоминают Егора как доброго и отзывчивого человека, который не мог пройти мимо чужого горя. Также молодой человек много работал и в своем возрасте стремился к большему, отдавая работе почти все силы. При этом Егор успевал уделять время семье и своей девушке Леле Барановой, с которой он познакомился на съемочной площадке. Девушка тяжело переживала смерть возлюбленного, время от времени она выкладывает фото с Егором в своем микроблоге. Напомним, что в прошлом году отец актера, Дмитрий Клинаев, в память о сыне пошел на шоу «Голос», так как Егор в свое время мечтал попасть на шоу. Дмитрий решил таким образом частично исполнить мечту погибшего наследника.